Вот момент здесь за Давида. Мы пришли, спросили, а может быть такое, что Бог был с Давидом еще с раннего детства влиять. Вопрос такой сверхъестественный. Смотрите, я верю. Не знаю, мое понимание чувства. Я не могу вам говорить, что у нас по романистическим книгам и так далее, объяснение. Но я понимаю, что заслуги его прабабки, они отразились на нем. Потому что, как я уже сказал, заявить, что я готова идти на бедность, на скитальство, на нужду, при возможности изменить свою судьбу по-другому, вот я думаю, что это вознаграждалось. Плюс мне спросили такой, может ли это быть просто привязанностью к человеку, или это было просто откровение, что там будет лучше. Я думаю, что завет, всегда есть завет, семья есть семья. И в данной ситуации руфь, она действует четко по принципам воспитания. Потому что я думаю, что сыновья Неомини и сама семья, они придерживались принципов Божьих пониманий, и были научены. А восток дело тонкое, там верность. Хотя ее отговаривали, но она решила, это решение верности, которым нам нужно учиться. Нам нужно учиться вот этой верности, надежду на Бога. Знала ли Неомини, что ее жизнь изменится? Нет, потому что она пришла и сказала, назвайте теперь меня горькой. Мне все плохо, мне горько. Представьте себе иметь свекровь, которая постоянно ноет, что она горькая. Понимаешь, да? Тоже понятно, что такие вещи есть. Плюс она еще была, не думаю, что сильно и не старая, и не молодая. Поэтому, даже если я смогу родить, значит, это примерно 45. Ну да, там, ну до 50. Ну так, вот если я даже смогу это сделать, то стоит у тебя ждать столько времени, что там лет 15 это самое, а то ты сама уже станешь, неизвестно кем. То есть момент такой, что вот вознаграждение за ее верность, наверное, было вот овей. Потом воспитание Давида, он был младше, младше всегда получает больше. Мы видим благорасположение такое. И Давид на самом деле имел благословие. Там написано, что и на нем был, и на нем Дух Господень. То есть с ним Бог, с ним Бог. Как люди могут увидеть это, вот что с ним Бог? Наверное, преуспеванием, как видели другие. Преуспевал Иосиф, преуспевал Яков. Да, вот это Бог был с ним. Это явно. Не то, что он богатым был, а какие-то вещи происходили, они сверхъестественные. Вот мы взяли за позицию, что Давид говорит, что когда украл лев из ягненка, я его догонял, раздирал его, забирал добычу. Вопрос у меня такой становился сразу. Кому нужна растерзанная уже зверем овца? Зачем она нужна? На шашлык? Не успел покушать? Это приготовлю. Навряд ли, то, что истерзанное зверем нельзя было приносить жертву. И так далее. Значит, мысль приходит немножко по-другому. Либо он мог, имел смелость предотвратить, то есть отбирал до того, как нападал, или может во время атаки, может во время охоты с мольва, он не боялся предотвратить, чтобы погибло что-нибудь из овец, или же скота, который был. Поэтому это сверхъестественно, где Бог, может, открывал, показывал его внимательность, его способность, его смелость, давало вот этот… Люди видели это. И, наверное, он оставался, это мое личное мнение, что он оставался при овцах отца своего по той же причине, что видели, что он был успешный. Когда чаще всего говорят, что был пренебрегаем. Вот он, да, там у нас есть еще один пацан, там как бы, но он там, как бы, он младший, давит, он там при овцах, как бы такое пренебрежение. Но я думаю, что навряд ли, потому что пастух – это довольно достойная позиция, да. И, наверное, отец и все семейство видели его, ну, как бы сказать, благосклонность, такая божья богосклонность к нему. И видели успех. Поэтому разнеслась такая, такой слух, и люди говорят, мы видели у этого человека, есть сын Давид, и Бог с ним. То есть это очень интересный оборот, где потом уже и сами братья говорят, ну, что ты сюда пришел, то есть война, ты же как бы имей совесть, кого ты отца оставил, то типа ты же младший, ты должен ему заботиться. Но там очень интересное есть выражение, когда с Голиафом, найдите там встреча братьев с Давидом при встрече перед войной с Голиафом. Первое царство Самуево, мы еще до сих пор на нем, представляете, мы еще не дошли до остальных пророков, которые там должны пройти. Давид же был сын, Давид же был сын Ефрофянина из Вифлеема Иудина по имени Иесею, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старше между мужами. Три старших сына Иесеевы пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну, старший Елеаф, второй за ним Аменадав и третий Само. Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего Вифлееми. И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя сорок дней. И сказал Есей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих Ефу сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее встан к твоим врагам, к твоим братьям. Представляете, это когда, как у нас, пришел Иван, пришел в село, ему говорят, возьми кабака, возьми семечек с собой, хлеба и пойди там, придай своим братьям семечек, куча семечек, подсолнечные, еще кабак, ну семечки, ну сухие зерна, шутка. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Бридзу возьми и позанеси. Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу. И взяв ношу, пошел, как приказал ему Иесей, и пришел к обозу. Когда войско выведено было в строй, с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И пришедший спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него. И дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Как будто он не слышал. Ну да, хорошо. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого. И сказал ему народ, те же слова говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елеаф на Давида. И сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отвратился от него к другому и говорил те же слова и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саул, и тот призвал его. Хватит. Смотрите, даже братья понимают, что если человек с его тем благословением, которое оставалось на нем, как пастуха, говорят, что ты сюда вообще пришел? Понимаю, с таким вопросом что-то здесь не так. Что-то у Давида уже началось бурное обсуждение награды. И я не думаю, что его прельстила жена, подарок. Я думаю, что больше его прельстило, наверное, то, что его дома снимут все налоги. Станет дом свободным в Израиле. Да, то есть свободным в Израиле. Вы представляете, это единственный дом, который станет свободным в Израиле. Это не платить налоги, никого не отдавать в армию. То есть он понимал, что может освободить своих братьев от армии, всю свою семью, от налогов. Помните, как мы говорили, овец будет забирать ваших детей, будет забирать в армию. Вы будете ему... Да, 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 уже будет. И Давида не прельщало больше, как женитьба. Я думаю, что хотя бы хороший бонус был бы для него, согласиться на то, что не видел. Это же тоже так интересно. Да, да, да. Но то, что можно было понять, почувствовать, это копейка в карман, то есть как бы прелестить можно, да. Но самое главное, там Аминадав говорит о своем брате, что я знаю дурное сердце твое. Слово дурное не имеется в виду сумасшедшее, но именно вот дерзость, твою дерзость о том, что ты готов кинуться на защиту. То есть понятно, что есть уважение. И 15-летнему пацану ты это не скажешь. Да, вот как бы такой. И, ну это, я не знаю, сколько было примерно лет Давиду в это время. Я не знаю. Если он в 30, если в 30, он вот царств... Я не знаю, сколько он бил по пещерам. Я не считал, не был... Там недолго, там недолгая часть, потому что мы видим... У него родился сын тогда, как бы эти моменты такие вот. Я не думаю, что это сильно, сильно, сильно долго как бы эта ситуация была. 15? Навряд ли. Навряд ли. Такой. Да. Как Шевченко, да? Мне 17-е мануло. То есть 17 лет это у меня практически... А когда 13, 13, 15, вот вижу, мы видим, да, после обед, постоянно, пастушки, да. это у нас... Ну, смотрите, богат... Если богатство дают, как лотерею, да, то всегда еще туда заберут все. Понимаете? Я думаю, что самое большое, люди смотрят даже сегодня, как сегодня отутить ото всех налогов. Освободиться от налога, больше, как бы, для людей, как бы, больше счастья нет. Не надо богатство, потому что всякое богатство вообще обкладывается налогом, как Депорте, который получал так много, из-за того, что хотели забрать 70% налога французского, решил стать бельгийским поданным, а потом стал русским поданным, да, как бы еще, а потом еще какого-то там, штука паспортов имеет. Что главное, чтобы не платить налоги, понимаете? Освободиться от этого всего. Вот где проблема. Можно иметь богатство, а потом всю жизнь платить за него. И жалко, ты же, выиграл, а надо давать. Как бы, своими силами, потом своим заработал. Но, для меня очень важный момент, что Давид на самом деле имел эту смелость и от Господа, как мы говорили, да, пускай ему было 20 лет, да, вот, или там 20 с лишним лет. Ну, я не знаю, 25 лет, я не знаю, сколько, но в основном, если брать так по серьезности, когда парень становится, может осознавать, что он может стать отцом и жениться. Они хотят стать, как бы, подсупруже, или нет, уже в 16, да, осознают ли они, что они имеют эту ответственность, как бы, я не думаю, что как бы так, это так сразу, сразу. Как бы считалось больше, как бы, бармица-батмица, так бы, уже взрослость такая, да, как бы, подходила. Но, в сущности, юношество, это, это не подростка, это юношество, да. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Ну, то есть, получается, опять же, 16-18 лет. Ну, примерно. Если, если, если он, смотрите, ты еще юноша, а он от юности своей уже воин. То есть, как бы, он, то есть, наверное, Давид еще не вошел, но брали на войну 20 лет. 20 лет брали на войну. Может быть, не было 20 лет. Поэтому, не думаю, что ему было, как бы, может быть, и 15, не знаю, но вряд ли было 15. До 20. Ну, да. Может, если 20, если 20, такие малолетки здоровые, что... Любому филистимлянам ему будет плохо станет. А если в 50, а если в 50, такое художество, как бы, похоже на 15-летнего, да? Ну, ладно, не будем спорить, потому что это все в интернете, и будет, это будет вообще, будет прикол всех этих вещей, о чем мы здесь говорим. Но говорим мы, на самом деле, о том действии, помазание, которое было в Давиде, да? И это прослеживается, для меня, лично для меня, оно прослеживается от его прабабки, так вот, о том решении, о том благословении. И Бог именно избирает себе мужа по сердцу, по сердцу, которое было служило ему. Мы знаем, что Давид потом возмужал, он стал, как бы сказать, сильным. Знаете, грехи, которые Давид делал, не подстать было Саулу, да? Мы не видим, чтобы Саул изменял в семье. Мы не видим, что, как бы, там происходило, какие-то вещи у Саула. Кто? Это уже другая часть, когда уже было отвергано от него царство, как бы, действие антицарского движения, как бы, уже было в запущении. Мы просто понимаем, что у Давида, при всем этом, он обращался к Богу. Самое главное, то есть, как бы, самый главный принцип, когда всегда говорит Господь, это покаяние. То есть, он предполагает, Бог предполагает, что человек собственными силами не способен устоять против зла или же против, можно сказать, принципов, которые Бог дает для праведной жизни. И поэтому надежда на Бога, надежда на воссоединение отношений с Богом, этот принцип, который Бог заклал в человека, то есть, желание. И Новый Завет говорит о том, что некоторые люди, будучи даже верующие, оставаясь в грехах, их совесть, она их не осуждает. То есть, она, наоборот, как бы, она притупилась, она не имеет этих, как бы, связей с Богом, что индикатор такой, если тебя осуждает совесть, то тем паче и Бог. Имеется в виду, не то, что, как бы, меня совесть замучило, там, и я покраснел, там, знаете, вот такое, попроявилось, а то, что ты еще богобоязанный, ты понимаешь, что есть согрешение, с которым нужно, ну, раскаяние. и у Саула не было такого раскаяния, как мы видим у Давида, горько плачь, видим, что он унижался, принижал себя, как бы, эти, и во всех песнях своих, то есть, псалма, которые мы поем, мы видим, что он раскаивается в своих поступках, мы видим, что он сокрушается, и надежду иметь на Бога. Вот здесь вот момент очень-очень-очень важный. Мы видим, что после победы над Голиафом Давид возвышается, то есть, в глазах всего народа он возвышается, песни поются о Давиде. Саул тысячи, Давид десятки тысяч. И этот злой дух, который был у нас в Сауле, возмущался настолько сильно, что однажды он запустил в Давида копье. То есть, как бы, понимаем, что есть, вот пошла ненависть. С другой стороны, я думаю, что и донесли Саулу о том, что приходил Самуил и помазал Давида в цари. То есть, думаю, что победа над Голиафом утвердила Давида как царя, будущего царя. Вот будущего царя. По всему Саул не мог отказать уже в том в том росте, которое уже соединилось. Во-первых, если следить за тем, что сказано, освободить, делать дом свободным, значит, какие-то привилегии, значит, он возвысился среди Израиля, дочь свою отдал, там, привилегии и так далее. Значит, его преследовать за то, что он помазан в цари, уже невозможно. Как будто Бог заранее, знаете, дал протекцию для Давида. Если бы это просто было помазано и узнали, что этот подросток или юноша помазан в цари, то Давиду ничего не стоило, самой Саулу, ничего не стоило бы уничтожить весь род Давидова, да, вот так. А здесь вот именно пришла, я думаю, Божья защита заранее, победа над Голиафом стала такой протекцией, или, как бы, защитой прав Давида на трон, будем говорить так. И слава его пришла перед ним. Мы это замечаем. В это время Саул подбивает Иоаннафана на то, чтобы уничтожить Давида. И Давид предупреждает, о, вернее, извините, Иоаннафан предупреждает Давида. Интересная вещь, интересная вещь. Зная о том, что Иоаннафан является единственным наследником трона. Иоаннафан уступает свое право Давиду. О чем говорится? О чем это говорится? Как вы думаете, наше рассуждение, о чем это говорится? Если его помазали, подождите, если его помазали на это, но здесь имеется, как любой претендент на трон, всегда борется за него. И здесь возможность была бороться очень большая. Если не знать Бога, если не знать принципов, если не знать понятия уважения, почтения и лояльности, то мы понимаем, что можно было делать беспредел, который происходил потом, после Соломона. Беспредел просто происходил, вы помните, да? Уничтожали друг друга и вырезали аж до последнего, чтобы не претендовать на трон. Но здесь Иоаннафан делает обратное. Он предлагает ему это царство. Вот здесь момент есть, они обмениваются одеждами, они меняются оружием. И мы говорим это очень часто на то, что был завет между ними положен. Другими словами, если говорить так прямо, то Иоаннафан передает свое первородство и право на трон Давиду и считая его выше себя и готова служить Давиду. Вы понимаете, да? Вот здесь интересный момент, здесь очень интересный момент, потому что мы очень мало об этом говорим. где верность и солидарность в целях, которая, как Ишуа говорит, если ты хочешь быть кем-то, будь слугой, да, передать власть или же довериться в Божьи руки, в Божьему избранию, многим из нас не достает духа. Да, вы замечали, что многие в церквях или в общинах борются за позицию, за положение, за служение и так далее, когда поднимаются более способные люди, более практичные, более так, видно, что Бог их помазал на какое-то служение, многие люди возмущаются, начинают какой-то движ неправильный. Я думаю, что Божье сердце, оно хочет защитить всех, но право избрания и застолить за Богом, наше право быть подчиненным Богу. И вот, если бы люди были в помощь друг другу, да, как вот позиция Давида и Иоаннафана, я думаю, что успех был бы во многих общинах, церквях был бы намного лучше, потому что сам Рав Шаул говорит, кто Павел, кто у нас Аполлос, извините, пожалуйста, Аполлос, кто они? Они всего лишь слуги, только один поливает, другой сужнет, да, вот так вот, но всему дает Бог рост. Вот, если мы понимаем, что если общине Божией дает Бог рост, то помогающий в служении друг другу, мы получаем награду, но мы люди, вот извините, мы люди, да, и вот получить в себе чувство благородства нам иногда не хватает, мы каким-то образом не научены вот этого благородства, чтобы быть, ну, говорить, приниженным, будем говорить так, не униженным, когда нас унизили, мы хотим же показать, что мы тоже люди, да, мы тоже люди, что же нас унизают, потому что нам раздражает, какой тон нам сказали, каким тон нам это было сказано, ну, вот представьте себе, что делал Саул с Давидом, там, пели-пели, как бы, плясали, пели-пели, все хорошо, вроде бы, все там, и тут не понравилось Саулу, что там, какую ноту взял Давид, да, и тут запускают на него копье, еле успел, это самое, отклониться, да, тут, представляете, так жить, петь, перед царем, кариоке, да, вот такое, значит, и тут одним глазом смотреть, где у него рука, на каком оружии лежит, понимаете, слава Богу, что тогда только были копья, а не пушки, там, это самое, не пистолеты и автоматы, да, как разборки, да, но все же, но все же, как бы, Давид относился к Саулу до конца его жизни очень, очень почтительно и не мстил, потому что он понимал, что даже при том, что Бог его помазал, поставил, назначил, он все равно был в бегах, как бы, от Саула и уважал его до дня его смерти, а когда призвали, когда его призвали, сказали, что произошло, он не только оплакивал, он объявил траур, он, и люди говорили, смотри, как он любил Саула, то есть, есть та верность при всем том, что на тебя уже хотели покушаться, да, на тебя хотели уничтожить, убить, это же за простые вещи, он ждал того момента, когда Господь, ну, ну, свершить то, что должно было свершиться. Мало того, он попросил людей, фактически, кто, ну, как похоронить Саула, ведь сделали что, повесили тело Саула и Инофана на стену, на стену, это, ну, ведение на стену, на ворота, а если вы были в Израиле, то место, где находился город, на горе, на самом вершине горы, туда, пройти туда, найти, и освободить, и оттуда, ну, не быть войнами, это невозможно было, и кто снял Саула и Инофана, а? Там есть, есть, это не израильтяне были, не израильтяне, и Давид, и Давид дал им милость, реально Давид дал им милость, был благосклонен к ним, очень сильно, там, очень как раз поискать сейчас этот момент. Это вторая книга царств, где-то второй, может, со второго по четвертого где-то, примерно. Нет, написано, это первая глава, смотрите, и дальше. Кто, 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 кто? И услышали жители Иоадиса Балаадского, о том, как поступили холестерами Саула, и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, и тело Соловей, и взяли тело Саула, и шли до Иоадиси, и взяли кости, и подъявили, и подъявили, и постили семь дни. то есть не просто там долго висел это все, что они взяли кости уже. Иоадиси, это очень такое интересное место, тоже вдоль Иордана, находящийся между Мертвым морем и между Галилеей. Но сняли его люди, которые как бы к Израилю ничего общего не имели. Может быть, Галилат, но там же не везде. Там есть момент, где Давид вознаграждает их. Да, вот момент такой. Есть ли какие-то вопросы? Мы сейчас заканчиваем, лучше сегодня закончить на этом. Игорь Негода.